Итак, к другим новостям. Масштабные совместные учения представителей Минобороны, Министерство здравоохранения и МЧС прошли на Тверском аэродроме. Участники отработали приемы спасения экипажа из горящего самолета с привлечением спецтехники. Процесс усложнял проливной дождь, но, несмотря на трудности, сотрудники ведомств с поставленными задачами успешно справились. За ходом учений наблюдал и наш корреспондент. Такие учения проводятся каждый год, но в этот раз процесс усложнял проливной дождь. Но, несмотря на непогоду, все шло строго по плану. На аэродроме в Тверской области прошли совместные учения военно-транспортной авиации и сотрудников МЧС. В ходе которого были отработаны навыки спасения экипажа воздушного судна, терпящего бедствия, а также навык ликвидации пожара. Согласно легенде, воздушное судно загорелось сразу после посадки на землю. Был риск распространения огня на весь самолет. Ситуация также осложнялась то погодными условиями, то разливом топлива. На борьбу с условным пожаром привлекли пожарно-спасательные расчеты. При этом было организовано взаимодействие с другими ведомствами и руководством аэродрома. На учения прибыли военнослужащие из ряда российских регионов. Сегодня у нас достаточно большое региональное представительство. Здесь представлены все регионы базирования военно-транспортной авиации. Начиная с Омска, Плесецк, Псков, Таганрог и много-много других регионов. Порядка 500 человек участников. Это руководящий летный состав, специалисты по безопасности полетов, различные наземные службы. За действиями профессионалов наблюдали также тверские суворовцы и ученики кадетских род городских школ. Несмотря на все трудности, учения прошли успешно. Поставленные задачи были выполнены. А это главное, ведь всем известен завет величайшего полководца Александра Суворова, со знанием дела утверждавшего, что тяжело в учении, легко в бою.